И аналогии с Чечнёй абсолютно неправильные. Я вам объясню почему. Может быть вы забыли, я просто напомню, что в Чечне против нас воевали террористы. Вы это помните? Вы помните, как захватывали Норд-Ост, как захватывали Беслан, как взрывали станции метро в Москве? Помните или не помните? Может быть я это придумал? Может опять во всём наши телеканалы виноваты? И сколько тысяч русских выгнали из Чечни, и сколько там перевезли? Начиналось это с того, что можно было совершить любое преступление и уехать в Чечню, и там спокойно продолжать существовать. Можно было угнать автомобиль с 600-й Мерседес и ездить по Грозному с перевёрнутым номером, или с надписью «В воздух» вместо номера. И когда я у гаишника спрашивал, что это такое, он говорит, да это угнанные машины. Я говорю, ну останови, он говорит, иди попробуй останови. Можно было останавливать поезда, которые шли на Москву, можно было их остановить и отграбить всех людей. То есть эта зона превратилась просто в рассадник бандитизма, и именно поэтому Россия на тот момент приняла то решение, которое приняла. А потом мы столкнулись просто с массированной террористической атакой. Это что касается того, что делала Россия, и того, что делают, собственно, сейчас в Европе. И плюс ко всему, вы знаете, я вот опять вспоминаю, может быть, я не прав, вы мне скажите. Может быть, я занимаюсь пропагандой, Дмитрий. Но я помню, что когда шли чеченские войны, Первая и Вторая война, ровно та самая Европа говорила о том, что мы там имеем дело с повстанцами. Вы это помните? Что мы на самом деле имеем дело с людьми, которые отстаивают собственную независимость. Это люди, чьи права нарушаются, нарушаются права человека и так далее, и так далее. Принимали их везде. Вот что было. И когда сегодня кто-то там говорит, что ну так и надо, как говорится, и молодцы там каталонцы, вот Сергей Александрович об этом у нас говорит. Наверное, он руководствуется ровно этими самыми соображениями, вспоминая, что было вчера, понимаете. Вот как они, так и в их сторону. Вот и все. Можно поразить, если даже немножко подставить. Только я отвечу сейчас, если можно. Я хочу вам ответить. Все, что вы говорили, абсолютно правильно. Но начиналось с признания де-факто сепаратизма. Чего не хочет делать испанская власть. И правильно делает. Потому что это может вылиться действительно в кровь. Они идут по умному пути. Как вы думаете, как будет развиваться там ситуация? На самом деле, я думаю, что до последнего времени была надежда, что удастся это решить мирным, конституционным, каким-то вот логическим путем. Но в тупик завели ситуацию обе стороны. Конечно же, и лидеры Каталонии нынешние, которые устроили провокацию, и особенно лидеры Испании, которые на эту провокацию купили.